На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне ряд китайских компаний, среди которых Huawei, ZTE, China Mobile и другие, представили свои новейшие разработки в сфере сети 5G. Сети пятого поколения, их отличительная особенность, это широкий канал, высокая пропускная способность и высокая защищенность, что позволяет, во-первых, расширить количество подключенных пользователей, ну а во-вторых, собственно, повысить качество предоставляемых услуг. Скорости 5G в десятки раз превышают показатели прошлых поколений сети. Это позволит более прогрессивно осваивать умные сферы технологий, в том числе разработку беспилотных автомобилей, гаджетов и умных домов. Появление сетей 5G в широком применении, по сути дела, открывает возможность для расширения качества предоставляемых услуг, количества предоставляемых услуг. Ну и с точки зрения конечного пользователя, это, безусловно, возможность с большим качеством, с более высоким качеством получать доступ к интернет-ресурсам. Китай в провинции Хубей запустил первую экспериментальную базовую станцию мобильной связи 5G. Тем самым китайские компании уже приступили к тестированию сети. Татарстан планирует запустить тестирование 5G-сетей в марте 2018 года. В данном случае Россия является одним из передовых государств, ну и приятно, что площадкой для апробации этих технологий является Республика Татарстан, что подтверждает в очередной раз ее лидерство в области инфокоммуникационных технологий. В частности, планируется создать в Иннополисе зону сети 5G. Важной задачей опытной зоны является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова